здравия желаю уважаемые подписчики и пользователи интернета сегодня еще занимаемся заряжаемые анистеры бестопливным методом 5 штук 1 2 3 4 5 импульсным зарядником то есть импульсами заряжаем то есть зарядник дает ток сюда дает ток потом ток обратный попадет в это время идет возврат сеть то есть как видите расходов нету зарядка идет зарядка идет вот как видите до 5 уже догнала вольт должно быть у них 5 штук где-то 12-13 вольт значит счетчик у нас стоит и посмотрим что происходит по этому прибору вы видите что идет значит импульс и назад импульс и назад то есть только откатываться обратно в сеть заряжает и откатывается обратно в это время когда ноль значит нагрев тепла ток откатывается назад поэтому заряд идет 5 инистров но потребление но единственное что скорость заряда небольшая пока то есть скорость заряда зависит видите от запчастей сейчас не особо много запчастей для чего я заряжаю для того чтобы потом на них значит галогенку запустить то есть она будет на галогенке работать бесплатный заряд и галогенка работ но по времени пока будет медленно но будем работать далее дальше пока вы видите что зарядка идет так же как я показывал на батареях также заряжается и они старые сейчас зарисую еще раз хотя уже показывал давайте еще раз зарисуем потому что спрашивают и объясниму хотя я объяснял там это понятно кто давно смотрит вот черным цветом чтобы вам виднее было значит вот так она идет вот коробка с ионисторами 5 штук 5 штук вот они 27 500 парад раз два три 4 5 далее от коробки выходят провод плюс и минус вот этот и вот этот соединяется с с минусом выпрямитель выпрямительность марки fsp group inc адаптер 12 вольт 4 и 16 сотых ампера максимально 50 ватт он может выдать так так чтобы знали значит 5 по 500 фарад 5 по 500 фарад далее выпрямитель этот 50 ватт как я и сказал вот он 50 ватт не такие выпрямители вы можете купить я например на базаре покупаю по дешевке за копейки а иногда и выбрасывает дальше сеть сеть фаза и 0 фаза 0 счетчик что у нас происходит поступает импульс туда и они старые берут заряд в это время значит в это время когда они взяли заряд у них же это тоже сила есть значит их заряд становится сильнее откатывается вот сюда то есть уравновешивается заряд с сианистером и заряд отсюда ноль значит здесь останавливается питание не поступает ну тоже что делал с реле а здесь оно само делается питание не поступает отсюда вот с фазы а так как сюда не поступает здесь перекрыто значит ток поворачивает вот он идет так вот так а потом поворачивает и идет назад по тому же проводу здесь катушка сматывает назад ту катушку почему это происходит я объяснял потому что у ионистеров больше тока вырабатывается когда на них подается чем подает выпрямитель сила тока ионистеров вернее не больше а одинаково в этом данном случае то же что подал тоже назад но вот это движение что он подал движение это происходит ток идет туда и назад вызывает нагрев а нагрев вызывает нагрев внутри ионистеров то есть они подзаряжаются то есть получается на нулевом даже не на импульсе на нулевом потоке можно так сказать заряд на нулевом потоке то есть поток выравнивается становится нулевым и счетчик значит так как он здесь вот горячий а тут холодный вот этот горячий идет назад куда ему деваться он лишний получается лишний то есть пущено больше чем надо сюда он попользовался и вернул он не съел эту энергию он попользовался и вернул это мы едим даже когда мы едим мы потом в туалет идем мы съели килограмма у нас выход бывает и больше килограмма два килограмма понимаете то есть везде в природе в природе везде значит когда ты подаешь энергию то вырабатываться обратно больше энергии чем ты подал вот чем дело на этой основе можно строить ну понятное дело что ресурсы ограничены ограничены возможности но тем не менее будем спасибо вам большое за то что посетили сайт послушали проявили внимание желаю всем крепкого здоровья успехов в труде и обороне исполнения всех желаний и всего хорошего